Всем привет! И прежде чем я начну рассказ, уже поставьте лайк этому видео, поскольку здесь будет много интересного и полезного. Ну и в связи с этим вообще подпишитесь на канал, потому что там много интересного и полезного. И, конечно, посмотрите все остальные видео на канале после того, как посмотрите это. Сегодня же будем говорить, продолжим, вернее, разговор об объективах с ручной фокусировкой и с ручной диафрагмой. У меня уже есть целый плейлист на эту тему. Поэтому и натолкнуло меня продолжить разговор об этом, обзор, который я сделал, вот на вот этот вот объектив. Это Samyang 85 мм f1.4. Посмотрите вот здесь по ссылке обзор на него. И это как раз ручной полностью объектив. И у меня есть плейлист про ручные объективы. В основном это винтажные всякие классные объективы, там, скажем, японские или немецкие. Но вот здесь корейский объектив, кстати, современный объектив, но тем не менее ручной, и поэтому дешевый. И поговорим мы о нем потому, что на нем установлен такой вот чип. Я, кстати, в обзоре сказал об этом, сказал, что будет отдельное видео. Вот это как раз оно и есть. Вот этот вот чип, который здесь установлен, по умолчанию его там не было. То есть это просто чисто ручной объектив с байонетом под Canon в данном случае. Хотя бывает под разные другие системы. Но установив вот такой чипчик, можно получить электронное взаимодействие, соответственно, объектива с камерой. В своем плейлисте я рассказывал уже про различные виды адаптеров. Вот китайские, которые я брал на AliExpress. Есть без чипов, есть с простыми чипами непрограммируемыми, есть продвинутые там дорогие переходники с программируемыми чипами. И почему переходники? Потому что, ну, вот этот современный объектив уже с байонетом каноновским, просто без чипа. А старые там на резьбе, например, M39 или M42. И тогда нужен еще и кольцо-переходник на соответствующий байонет для вашей системы. И, соответственно, уже чип или не чип. Там как повезет, в зависимости от типа переходника. Так вот, я рассказывал про эти разные переходники в своем отдельном видео, посмотрите. А вот здесь стоит, соответственно, ну, так сказать, третий тип переходника или третий тип чипа. Потому что этот чип ставится также на переходники. И уже готовый такой продукт в виде переходника с чипом тоже существует. Это так называемый одуванчик Лушникова. Вот покажу вам сейчас еще раз. Собственно, одуванчиком он был назван, ну, как гласит официальная версия, именно потому, что вот эти лепестки чипа похожи. Так, ты мое лицо ищешь или нет? Не пойму, где фокус. Вот, значит, это гениальное изобретение отечественного гения Виктора Лушникова. Специалиста, который в 2005 году предложил, изобрел, разработал такой вот чип, который можно приклеивать на Bayonet, либо на переходник, и уже переходник накручивать, для разнообразных камер, чтобы использовать как раз с ручными объективами и иметь электронную связь объектива с тушкой. Потому что не все тушки рады принять объективы без электронной связи. Некоторые выдают ошибки, некоторые неправильно замеряют экспозицию и так далее и тому подобное. Вообще детально все про это, естественно, и историю этих переходников и чипов, и прочее, можете посмотреть. Вот у меня на экране сайт Виктора Лушникова с одуванчиком. Естественно, ссылка на него будет в описании. Ну и кое-что я покажу вам здесь в скриншотах. То есть все функции, которые может этот чип. Ну, я вам, конечно, сейчас кратко перечислю. Но самое главное, о чем я хочу сказать сегодня, это регулировка диафрагмы. Тем не менее, я быстренько перечислю. Значит, хочу похвалить этот чип, потому что в сравнении, допустим, с теми же китайскими, разными, даже с дорогими, которыми я сравнил, этот, честно говоря, работает лучше всего. Что вдвойне приятно, что отечественный производитель делает на самом деле самые лучшие переходники и чипы. Почему? Потому что, например, гораздо точнее замеряет экспозицию. Я вообще не заметил разницы между замером экспозиции с любыми родными или с фирменными объективами, и уже имеющими чипы родной, да, неважно, там, Катамрон, Кэнон, Сигма, и тем, что делает вот этот вот одуванчик Лушникова. Потому что, например, дешевые адаптеры китайские с чипами могут очень сильно ошибаться в экспозиции. Я, по-моему, даже это показывал где-то у себя в обзоре или в рассказе вообще про винтажные объективы, когда только начинал этот плейлист. Чаще всего они хорошо и правильно работают на открытой диафрагме. А когда начинаешь закрывать диафрагму, то что-то там, видимо, не контачит или не передает правильную информацию. Экспозиция сильно меняется. Она может быть пересвечена, может быть недосвечена. Это все ненадежно. Никогда не знаешь, какой кадр получится. Ну, потому что ручная же диафрагма. Вот. Здесь же одуванчик Лушникова работает абсолютно надежно. И вы просто закрываете диафрагму. И объектив абсолютно правильный. Точно так же считывает эту информацию. Ну, не информацию закрытия объектива. А информацию об экспозиции правильную. И всегда совершенно верно рассчитывает. Экспозомер производит. Вот. Так что это большой плюс, вот, одуванчика. Кроме того, здесь, как и во всех, даже в самых дешевых чипах, переходниках с чипами, которые я покупал, здесь, конечно, тоже есть подтверждение фокусировки. То есть, когда вы сжимаете кнопку затвора наполовину, то есть, где должен был бы быть автофокус, если бы это был автофокусный объектив. То есть, начинается экспозомер и замер фокусировки. И крутите кольцо фокусировки. И когда ваша выбранная точка автофокуса попадает в резкость, то, соответственно, этот чип передает сигнал фотоаппарата. И фотоаппарат, ну, обычно пикает. Хотя эту пикалку можно отключить. И в разных системах это может быть разный. Может быть, звуковой сигнал, может быть, световой в видоискателе. Точка автофокуса может загореться. Ну, вот в Canon'ах и то, и другое происходит. И я лично предпочитаю и то, и другое звуковой и световой сигнал. Так вот, одуванчик Лушникова тоже достаточно точно фокусируется. Причем и в более-менее темных условиях. То есть, более дешевые переходники, как правило, при закрытии диафрагмы, им сложнее становится фокусироваться. Вот, одуванчик Лушникова более чувствительный в этом плане. И при закрытой диафрагме тоже вполне неплохо фокусируется. И теперь переходим к двум ключевым моментам, на мой взгляд, про этот переходник. Один, скажем так, большой плюс и один минус. Ну, начну с плюса. Это то, что здесь есть такая функция, встроенная а-ля Trap Focus на Magic Lantern. Если не знаете, что такое Magic Lantern или Trap Focus, пройдите вот в этот плейлист. Очень полезная вещь, особенно для тех, кто пользуется ручными объективами. Вот. То есть, позволяет делать снимок, как только кадр ваш войдет в фокус. Это очень крутая фича. И она крута не только тем, что она в принципе есть, а тем, что она есть именно в чипе, а не в фотоаппарате. Потому что прежде вот я был привязан к фотикам, на которые можно поставить Magic Lantern, для того, чтобы использовать ручные свои любимые винтажные объективы. Мне нужна была именно тушка, которая имеет Magic Lantern и именно имеет Trap Focus, потому что Trap Focus тоже не на всех Magic Lantern есть, не для всех моделей фотоаппаратов. Вот здесь же, с этой функцией, сейчас еще секундочку потерпите, я расскажу, что это за функцией детальнее. Можно, получается, любой брать объектив, приклеивать сюда этот одуванчик, либо переходник с одуванчиком. И на любой тушке, на любой современной зеркалке, беззеркалке, полнокадровой, кропнутой, на любой, использовать вот эту функцию. Функция а-ля Trap Focus. Так что же это такое? На Magic Lantern это такая функция, когда вы зажимаете наполовину кнопку затвора и также крутите кольцо, и когда ваш объектив попадает в резкость, и также звучит звуковой сигнал и светится световой, но в этот момент камера сама делает снимок. Тут же щелк и все. То есть вы только крутите кольцо, и как только попадаете в фокус, делается снимок автоматически. Это очень удобно и быстро. Это эдакое подобие автофокуса. Вот здесь же то же самое есть, но немножко по-другому работает. Чтобы она работала, эта функция, вам нужно зажимать кнопку до конца. То есть если вы зажимаете наполовину кнопку затвора и крутите кольцо, то у вас будет только подтверждение фокуса. То есть пик и световой сигнал. Если же вы зажмете полностью кнопку затвора, как будто вы делаете снимок, но при этом ваш объектив все еще не в резкости. То есть зажимаете полностью, как будто делаете снимок, начинаете крутить кольцо, и как только вы выйдете в фокус, фотоаппарат сделает сразу же снимок. То есть это работает, суть та же самая, но работает при полном нажатии кнопки. А через трэп фокус это работает либо постоянно в режиме отслеживания, это можно настройкой сделать, либо при полунажатии кнопки затвора. В этом есть и плюсы и минусы, потому что, может быть, вы не всегда хотите делать кадр, когда крутите кольцо, а получается здесь Дуванчик Лушников всегда делает кадр. Через Magic Lantern, соответственно, вы можете либо на полунажатии, чтобы кадр полностью делался, либо потом еще нажимать дальше, и кадры будут продолжаться делаться. В чем же особенность в том, что для того, чтобы эта функция работала, переходник нужно программировать. И вот было несколько итераций этого переходника, опять же, можете почитать на сайте версии. Начиная с последней версии, по-моему, с 2009 года, если я не ошибаюсь, Дуванчик Лушникова можно программировать, то есть вводить в них разнообразную информацию. И вот одна из функций программирования – это перевод объектива в так называемый авторежим или в ручной режим. Так вот, вот этот псевдотрепфокус, замечательная эта функция в Дуванчике Лушникова, работает, если вы переведете, запрограммируете объектив в авторежим. Вот. В полностью ручном режиме, соответственно, не будет работать, а зажатие кнопки будет работать просто для подтверждения фокусировки. Вот, поэтому есть такая вот особенность. Что же еще здесь у нас про программирование? Сейчас мы как раз доходим до минуса. Во-первых, можно запрограммировать фокусное расстояние этого чипа, соответствующего вашему объективу, и, соответственно, камера будет получать правильную информацию о фокусном расстоянии и, например, писать правильную информацию в EXIF, либо правильно подбирать выдержку, если вы в режиме приоритета диафрагмы, потому что она будет смотреть, как у вас фокусное расстояние, и, соответственно, пытаться либо равное этому выставить, либо удвоенное, в зависимости от модели камеры, чтобы избежать шевеленки по классическому вот правилу. И второй момент, или уже который, я перечислил сколько моментов уже. Значит, экспозомер, подтверждение фокуса, записывается фокусное расстояние и диафрагма. И здесь вот как раз мы приходим к минусу и к главной разнице. В своем видеообзоре про различные переходники я показал, что есть программированный переходник, где можно вообще все запрограммировать. Фокусное расстояние и диафрагму начальную, то есть максимальную диафрагму вашего объектива, можно ее вбить в переходник, и тогда камера будет получать эту правильную информацию. И даже можно корректировку фокусировки, то есть точку фокуса, если ваш фотоаппарат позволяет такой... А, нет, нет фотоаппарата, это все равно от переходника зависит. То есть даже корректировать фокусировку можно, если где-то у вас не добивает или перебивает фокусировка, дальше или ближе ошибается. Это можно тоже корректировать при помощи того переходника. Кстати, при помощи дуванчика тоже. Вот, и... Сейчас, слишком много, уже сбился Так вот, позволяя запрограммировать диафрагму Те вот китайские переходники, хорошие, дорогие Позволяют и регулировать диафрагму То есть в фотоаппарате, когда вы выставляете на объективе нужную диафрагму вам Вы можете и на фотоаппарате эту циферку тоже выкрутить колесиком И, соответственно, у вас будет на объективе реальная диафрагма Которая там вот закрывается ламель, да, и ставит реальную диафрагму И в фотоаппарате, накрутив это значение Фотоаппарат будет получать информацию, соответственно, об этом И записывать ее в EXIF То есть в итоге в файле вы будете получать правильную информацию Ну, единственный минус, что надо не забывать накручивать на фотоаппарате То, что вы накрутили на объективе Потому что здесь вы можете поставить, скажем, сделать кадр с F4 А у вас там, не знаю, будет F2 на фотоаппарате Потому что, ну, вы там... Потому что самое открытое, например, здесь F2 Ну, в данном случае 1.4 В общем, надеюсь, что суть вы поняли Вот в тех переходниках хороших можно регулировать диафрагму Так, чтобы она правильно записывалась в EXIF Но там нет вот этого подобия функции трэпфокус В тех вот переходниках Здесь же, в одуванчике Лушникова Есть вот этот замечательный трэпфокус Но нет возможности установки диафрагмы Здесь программируется только начальное относительное отверстие, что называется То есть самая широкая диафрагма, ну, или любая, какую вы хотите запрограммировать Кстати, когда я покупал вот этот вот объектив Он, у него чип был запрограммирован на F2 И я спросил продавца, почему на F2, ведь объектив 1.4 И он сказал, ну, вот мне не нравится на 1.4 там хроматические аберрации Поэтому я снимал только от F2 и темнее И поэтому запрограммировал переходник только на F2 И меня это сильно удивило Потому что я до этого пользовался такими переходниками И понимал, что если там запрограммирован диафрагма Так можно ее выставить и на 1.4, и на 2, и на 2.8 И чтобы это соответствовало тому, что вы реально выставляете его в объективе А когда я получил переходник, поковырялся и попрограммировал его Вот я и понял, что это главный недостаток Программируется только начальное относительное отверстие То есть в данном случае я запрограммировал на 1.4 и все Если я фоткаю даже на 2, 2.8, F4 То в EXIF будет писаться все равно то, что я запрограммировал изначально 1.4 И вот на мой взгляд, это самый главный недостаток В данном случае дуванчика Лушникова Потому что все остальное работает превосходно И экспозомеры, и фокусировка работают лучше Чем вот в этих китайских переходниках, которые я тестировал Поэтому я, честно говоря, хотел бы заменить все свои китайские переходники На дуванчик Лушникова Либо на переходник с дуванчиком Лушникова Потому что Лушников производят сразу готовые переходники Уже вместе с дуванчиком Что очень радует То есть можно готовый продукт сразу для своих винтажных Или любых других ручных объективов приобрести Но вот этот недостаточек меня немного смущает Поскольку все-таки Ну мне как практикующему, там, скажем, обзорщику, тестеру Очень важно, чтобы можно было правильную диафрагму запрограммировать Иначе ты сделаешь там 10 тестов в снимках И на них на всех будет записана одна и та же диафрагма И потом вспоминай Или, я не знаю, вручную записывай, какой номер файла соответствует какой диафрагме Но это абсурд Да, диафрагма в EXIF должен быть, конечно, полноценным Вот, в связи с чем Я пошел и написал имейл Насчет с этим вопросом С этим предложением И скинул в имейле ссылку на это видео Посмотрим, ответит ли мне Виктор вообще И сможет ли он действительно запрограммировать И сделать еще одну новую версию своего дуванчика Или своего переходника С тем уже, чтобы диафрагму тоже можно было регулировать в фотоаппарате Чтобы она соответствовала в EXIF То есть диафрагме, с которой вы реально снимаете Которую выставляете на вашем стекле Вот такое вот дело Вот все, что я вам, собственно, хотел рассказать Поэтому, если вы ищете переходник для своего ручного объектива То дуванчик Лушникова это замечательная вещь Но учтите, что вот у него есть такой плюс в виде эдакого трэп-фокуса Но минус в том, что диафрагма только начальная программируется Ждем ответа от Виктора Лушникова А пока лайк, подписка Просмотр всех остальных видео на канале Это с вас А я пошел думать, с чего вам снять еще новенького Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok